У другого беглеца дела идут неплохо. Николай Злачевский, экс-министр экологии времен правительства Азарова, расширяет свой бизнес на территории Украины. Это выяснилось неожиданно. И где бы вы думали на сессии Ивана Франковского облсовета? Подробнее наши корреспонденты. Сессионный издал Ивана Франковского облсовета. Несколько десятков ветеранов АТО с плакатами в руках выстраивается возле трибуны. Сессия начинается, и бойцы зачитывают свое обращение к депутатам. Резонансный вопрос депутаты решают рассматривать одним из первых. Выясняется, в прошлом году в облсовет пришло письмо от госслужбы геологии и недр Украины с просьбой предоставить малоизвестной фирме Пари разрешение на разработку земельного участка. Речь идет о почти 10 гектарах нефтегазового месторождения Чимиговская площадь недалеко от Яремче. Экологическая комиссия облсовета просьбу рассмотрела и без каких-либо замечаний выдала разрешение. А сегодня вынесла решение на утверждение. Депутаты оправдываются. Не знали, что за фирма стоит Злачевский. На жаль, на комиссии, когда заседали депутаты областной рады, одноголосно поддерживали надание ТОВ Пари дозвола на выдобывание нафта и газа. Но и громадам, и депутатам надавали информацию, что это киевская фирма с хорошей репутацией. Мы категорично против этого и не поддерживаем для того, чтобы надавать дозвол этой компании. Впрочем, представители фирмы пытались переубедить депутатов и получить разрешение на пользование недрами. По данным информационной платформы ЮКонтроль, почти 100% Пари принадлежит кипрской компании Буризма Холдинг Лимитед, конечным бенефициаром которой является экс-министр экологии Николай Злачевский. Не менее интересен и состав совета директоров компании. Экс-президент Польши Александр Квасневский, сын вице-президента США в администрации Обамы Хантер Байден, бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Коффер-Блэк. Но столь громкие фамилии ивано-франковских депутатов не впечатлили. И они решили, что будут голосовать за отказ. Во время обсуждения дошло до взаимных обвинений. Паня Оля как раз служит, напевно, и этим хлопчикам, которые сегодня выступали и хотят что-то делать, для того, чтобы они не могли предоставить вернуться к суду. В результате депутаты почти единогласно отказали компании в доступе к недрам. Напомню, после Майдана в отношении экс-министра Николая Злачевского открыли уголовное дело и объявили в розыск. 64 скважины его компании Буризма были арестованы судом. Однако в январе этого года ГПУ закрыла все уголовные производства против Злачевского и сняла арест с имущества. И теперь экс-регионал, видимо, решил расширить свой бизнес. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск.